Всем привет! Это снова Николай Шмачков и сегодня мы поговорим про контекстную рекламу, точнее сколько она стоит, сколько за нее платить и как настроить бюджет для нашей компании. Обо всем по порядку. Сначала начнем говорить за что мы собственно платим. В контекстной рекламе существует всего лишь два способа списания средств. Это оплата за клики и оплата за тысячу показов. Оплата за клик наиболее популярный метод настройки в контекстной рекламе. Любая ставка проходит метод аукциона для того, чтобы быть списанной. На результаты вашего аукциона влияет всего лишь два показателя. Первое это качество вашего ключевого слова и второе это собственно сама величина вашей ставки. Количество показов вашего объявления зависит исключительно от выгоды поисковика. Сколько он может заработать на 100 показах вашего объявления. Чем выше ваша кликабельность, тем вы выгоднее поисковику и ваше объявление в приоритете. В противном случае поисковик на вас заработает меньше и поэтому ваше объявление не будет показываться. Например, кликабельность вашего объявления 10%, ставка 1 доллар. Соответственно поисковик заработает на 100 показов 10 долларов. Например, ставка конкурента 1,5 доллара, но кликабельность объявления всего 5%. Соответственно поисковик заработает всего лишь 7,5 долларов. Поэтому в вашем случае поисковик заработает 10 долларов, в случае конкурента при ставке 1,5 доллара в полтора раза вэш он заработает всего 7,5 долларов. Кому ему выгоднее показывать, вас или его? Но вы не платите ту ставку, которую вы указали. Расход же списывается по достаточно непростой на первый взгляд схеме. Победитель же платит не свою ставку, а минимальную цену для победы в торгах. Она равняется ставке конкурента плюс минимальный шаг аукциона. Вернемся к нашему примеру, в котором поисковик зарабатывает с конкурента всего лишь 7,5 долларов. В вашем же случае с вас будет списана сумма меньше, которую вы указали, так как с вас будет списано всего лишь 75 центов плюс минимальный шаг аукциона. В AdWords шаг аукциона составляет 1 цент, в Яндекс.Директ 30 копеек. Как мы видим, простое увеличение CTR и просто стоимости клика позволяет легко выигрывать торги на аукционе. Как же увеличить нашу кликабельность или как ее называют CTR? Существует несколько простых приемов, на которые следует обратить внимание. Первый вариант. Используйте временной таргетинг. Определите, когда ваша компания чаще всего кликает, когда происходит по ней больше показов и концентрируйтесь на этом времени. Используйте геотаргетинг. Разбивайте компанию на регионы. Если ваша компания настроена на несколько разных городов, создайте разные компании под каждый город. Третий вариант. Расширяйте базу минус-слов. Работайте с поисковыми фразами и расширяйте минус-слова при помощи поисковых подсказок. Изучайте ваше объявление. Обязательно концентрируйте внимание на том, какие объявления у конкурентов. Если ваше объявление проигрывает по привлекательности, доработайте его. Отсекайте слова с низким CTR. Если количество показов превысило 20, а CTR ниже 10%, вы такие слова можете пересмотреть и удалить. Негласным критерием поисковой компании является CTR в 10%. И последнее. Анализируйте поисковые запросы, по которым кликалась ваша реклама. Это те запросы, которые вы могли первоначально не учесть в сборе семантики. По поводу этого вы можете ознакомиться в нашем видео. Поговорим по поводу оплаты за показы. Как она работает? Оплата за показы работает достаточно просто. Вы платите не за клики, а обычно за 1000 показов. Обычно вы платите только за видимые показы, которые происходят по вашим объявлениям. Данный тип показов рекламной кампании присущ контекстно-медийной сети и рекламной сети Яндекс. Вы спросите, что больше, ставка за клики или ставка за показы? Так вот, в системе Google, в частности, стоимость одного клика равна стоимости 1000 показов. Тогда что же выгоднее, оплата за клики или оплата за показы? Здесь мы прибегнем к простой математике. Рассмотрим два примера. Мы запустили рекламную кампанию баннерной сети по двум разным объявлениям. В первом случае наш баннер кликнули 15 раз, а показов было 27800. Если бы мы выставили стоимость клика в 1 доллар, мы бы потратили в данном случае сколько? Всего лишь 15 долларов. Если же мы выставили бы доллар за 1000 показов, в этом случае мы бы слили бы почти 30 долларов, что в два раза превышает расход. Во втором случае мы более сделали узкий таргетинг и у нас получились цифры 125 кликов и 12000 показов. И здесь у нас иная ситуация. В случае оплаты доллар за клик мы бы потратили 125 долларов, но всего лишь при настройке таргетинга доллар за 1000 показов мы бы потратили всего лишь 12 долларов, что в 10 раз меньше. Если же в вашей компании настраивается таргетинг и на клики и на 1000 показов, и у конкурента точно также настраивает таргетинг на клики и 1000 показов, то по простому правилу один клик равен тысячам показов, конкурируют ставки друг с другом. В данном случае все ставки также действуют по конкурентному принципу на аукционе. Ставка на тысячу показов равняется ставке клика и конкурирует по тем же правилам, которые я рассказал ранее. Самый частый вопрос, который я слышал от наших клиентов, это как рассчитать свою стоимость клика? Сколько может стоить мне контекст? Как настроить? Здесь мы прибегнем к простой математике, которая касается больше маркетинга, чем контекст. Допустим, ваш бизнес заработал 10 тысяч долларов выручки. Эту выручку принесли вам 100 клиентов. 25% клиентов старые клиенты, соответственно 75% клиентов новые. Если посчитать, каждый клиент вам новый принес 133 доллара. Затем нужно из нашей выручки вычесть расходы. Но мы должны вычесть только расходы, которые тратим мы всегда, исключив расходы на привлечение клиента. Что это? Это зарплата, это аренда, это платежи за электроэнергию и тому подобное. Допустим, вы подсчитали и общая стоимость расходов составляет 4000 долларов. Значит, чистая прибыль без стоимости привлечения составляет 6000 долларов. Соответственно, пересчитав, на привлечение одного клиента мы должны тратить не больше 80 долларов в этом случае. Сумма 80 долларов, которую мы рассчитали, называется в маркетинге LTV или Lifetime Value. Это то, сколько вам в среднем приносит один клиент чистой прибыли за все время. Для того, чтобы наша экономика сходилась и мы работали в ноль, мы можем тратить на рекламу столько, сколько нам приносит клиент. Но если мы хотим, чтобы наша экономика сходилась в положительную сторону, следует делать так, чтобы наши расходы не превышали эту сумму, а то и были того меньше. Для возврата вложенных инвестиций в рекламу, к примеру, 30%, мы должны тратить не больше суммы в 50 долларов. Эту сумму условно называют CAC или Customer Acquisition Cost. Но не все заявки, которые оставляют нам клиенты на сайте, превращаются в оплаты. Есть определенный процент, который мы всегда теряем. Например, если вы теряете 40% из заказов и 60% лишь доходят до оплаты, значит, вы должны учитывать это в стоимости привлечения клиентов. В нашем случае это 30 долларов. Все равно вы думаете, что это большая сумма и вы можете выставлять большие стоимости кликов. Но здесь вас ждет разочарование. Не все клики превращаются в заявки. Большая часть пользователей может попасть на ваш сайт, изучить цену, проверить наличие и уйти. Есть также те, которые могли попасть просто по ошибке, по вашей, либо из-за того, что есть аналоги этих товаров. Также вы можете терять заявки за счет того, что юзабилити вашего сайта оставляет желать лучшего. Либо конкуренты предлагают цены на ваши услуги и товары дешевле и лучше. Успешное действие клиента на сайте называется конверсией, а заполненная контактная информация от клиента называется лидом. Лид условно это имя, e-mail, телефон клиента, либо другая информация, которая позволяет его быстро идентифицировать. Соотношение количества лидов к общему количеству кликов называется коэффициентом конверсии. И этот коэффициент конверсии в лучшем случае не будет превышать 3%, если ваш сайт обычный. Это приводит нас к мрачным выводам, потому что наша стоимость клика не должна превышать стоимости конверсии, умноженной на коэффициент конверсии. В нашем случае это 3% от 30 долларов или 90 центов. Соответственно, для получения одного клиента мы должны потратить не более 50 долларов и, соответственно, сделать в районе 35 кликов. Поэтому перед запуском контекстной рекламы обязательно проверьте следующие показатели. Какой процент конверсии вашего сайта? Оцените ваши возможности бизнеса и после этого вы можете выходить на рынок контекстной рекламы. Следующее, о чем мы поговорим, это бюджет в контекстной рекламе. Собственно, это та сумма расходов, которую вы согласны тратить на контекстную рекламу. Существует три вида бюджета в контекстной рекламе Google и Яндекс. Начнем с первого. Первый – это безлимитный. Вы просто ставите эту функцию и она работает, пока у вашей компании не закончатся деньги. Ваши объявления будут показываться всегда при любом случае. Вторым видом бюджета является стандартный в Яндексе и ускоренный в Google. Он работает по принципу, что так же, как и безлимитный, но только пока не закончится лимит, который вы выставили. В противном случае ваша компания показываться больше не будет. Третьим видом бюджета является стандартный в Google и распределенный в Яндексе. В Яндексе есть множество разновидностей этого бюджета, в частности. Принцип сводится к тому, что компания оценивает процент кликов, которые будут расходоваться при данном бюджете и распределяет показы равномерно. То есть, ваша компания будет показываться не всегда, но расход будет уходить более-менее равномерно. В Google же ежедневные расходы могут в какой-то момент вдвое превысить выставленный ваш ежедневный бюджет. Это новое нововведение, которое ввел поисковик для того, чтобы протестировать качество ваших объявлений и увеличить возможное количество кликов. Но при этом вы не потратите больше ежемесячной суммы, которая будет равна сумме ежедневного умноженного на 30 дней. Какой же вариант использовать на старте вашей компании? Мы рекомендуем использовать второй вариант настройки рекламного бюджета. Это стандартный для того, чтобы оценить возможности вашей компании. Затем вы можете переходить либо к безлимитному, если у вас семантика очень узкая, либо к распределенному, если вы еще не уверены в своем бизнесе и на сайте проводятся работы. Безлимитный же бюджет я рекомендую использовать только сайтам титанов, которые знают своего клиента, уверены в своем бизнесе и могут зарабатывать большое количество кликов. В завершение я хочу сказать, что мы создали очень удобные инструменты для настройки контекстной рекламы. Ссылочка в описании. Подписывайтесь на наш канал, мы будем делать более детальные обзоры новых утилит. И оставляйте комментарии те утилиты, которые бы вы хотели, чтобы появились на нашем сайте. До свидания.